Протестуют как могут. Жители микрорайона Первомайский пытаются предотвратить строительство многоэтажных домов. Сейчас рядом с ними находится наш корреспондент Александр Матрёнин. Александр, расскажи, почему стройка так возмущает жителей? Яна, мы находимся на улице Мамина Сибиряка, это в микрорайоне Первомайский. Тут район домов 4, 6, 8, вплоть до 12. Здесь жителей возмутило то, что в выходные дни накануне началось строительство бетонной дороги, площадки, где предполагается строительство многоэтажных домов. Вы можете видеть, как от детской площадки, как говорят жители, выстраданные и построены на прошлых выборах, откусили уже кусок детской площадки. И вот в выходные, пока жара, пока все жители были на даче, на отдыхе, началось строительство вот этой бетонной дороги. После того, как жители обнаружили такую ситуацию, они вышли на акцию протеста. То есть уже несколько дней подряд они устанавливают живые такие заслоны, ставят свои автомобили, чтобы бетономешалки не подъезжали и не продолжали работать. Вы можете, кстати, видеть, вот где стоит черный ленд-крузер, именно там собираются ставить многоэтажные дома. Уже строительная техника, строительная техника приезжала, отрыла часть склона, где расположена роща. Вот здесь высокая точка в Первомайском, здесь постоянно, по словам жителей, дует ветра, жесточайшие. Даже на себе вот это я могу ощутить. И если будет нарушена вот хотя бы часть этой рощи и установлен башенный кран, никто не может ручаться, что он выстоит. Он от такого ветра может упасть. Если дорога бетонируется впритык к детской площадке, жители переживают за здоровье своих детей. И что побудило жителей выйти на такую акцию протеста, я хочу спросить у одного из участников вот такого своеобразного пикета. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вышли сюда, потому что мы считаем, что вот эта застройка, которую мы относим к точечной застройке, она будет угрожать жизни наших детей, она будет угрожать нашему спокойному просто проживанию в домах, которые, собственно, мы покупали за свои деньги и надеемся, что нам в них придется долго и счастливо жить. Во-вторых, нас беспокоит судьба рощи, потому что эта роща относится к охраняемым лесам городским. Сейчас строители уже повредили несколько деревьев. Они еще не упали, но они вполне могут упасть в ближайшее время. Мы надеемся, что Комитет по городскому обустройству, отдел экологии, обратит на это внимание и предпримет какие-то действия. Также мы очень беспокоимся, что детская площадка, здесь же очень много молодых семей с детьми, что мимо нее будет ходить тяжелая техника. Сами понимаете, это просто опасно для жизни детей. Появилась такая информация, что есть недочеты по организации предварительной подготовки к строительству. То есть территория не была огорожена забором, не выставлен информационный щит, чтобы все, кто хотел, могли узнать, что здесь предполагается построить, кто это собирается строить. И на вопрос подрядчику, есть ли у них документы, ответа жители внятно и не получили. А к чему вы пришли? Какой договор у вас получился? Поскольку техника зашла, и мы не знали, пришлось вызывать полицию. Дважды вызывали ее два дня подряд. Затем жители собрались, подъехал представитель управляющей компании, и мы договорились с ним, что застройщик, он передаст застройщику наше желание с ним встретиться и получить какие-то документы, получить какую-то информацию. И завтра в 8 часов мы ждем, собственно, застройщика, представителя застройщика. Соберутся все дома, жители всех домов. Ну вот сегодня кто дома, кто не на работе, это женщины в положении, отпускники, они будут стоять до последнего. Посмотрим, как завтра будут развиваться события. Яна, тебе слово. Александр, спасибо за информацию. Напомню, из микрорайона Первомайский был наш корреспондент Александр Матрёнин. Две женщины погибли в аварии. ДТП произошло в Братске на трассе Вилюй. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Hyundai Santa Fe и ВАЗ-2109. Погибли две пассажирки ВАЗ-2016. Восемь человек пострадали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Был ли виновник ДТП пьян, будет известно позже. В Иркутске ожидается повышение цен на электроэнергию. С 1 июля цена за 1 кВт-час составит 92 копейки. Сейчас городское и пригородное население платит 84 копейки. Для жителей сельской местности тариф также повысится на 8 копеек и составит 64 копейки. Напомним, жители, не установившие в своих квартирах счетчики энергии, газа и воды, будут платить больше. С каждым месяцем надбавка будет расти. Штрафные санкции не обойдут и льготников. Полиция Ангарска разыскивает мошенников. Они обманули 25-летнего местного жителя. По данным оперативников, на телефон молодого человека пришло СМС-сообщение о выигрыше автомобиля. Он решил перезвонить по указанному номеру. Неизвестный, представившись ведущим одной из радиостанций, подтвердил факт выигрыша дорогой иномарки. А также пояснил, чтобы забрать приз, необходимо перечислить через терминалы оплаты комиссионный сбор. Мужчина перевел запрашиваемую сумму на указанный счет. Но так и не получил выигрыш. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как пояснили полицейские, телефонный номер мошенника был зарегистрирован в Республике Коми. Странный повод для гордости. Пользователь группы ДТП-38 выложил фотографию двух автомобилей, на которых видно, что транспортные средства стоят в водоеме в нескольких метрах от берега. В комментариях молодой человек пояснил, что сделал замечание водителю одного из авто. Однако тот заявил, что моет свою машину в этом месте, под мостом, ведущим к острову Старая Исачная, уже 15 лет. К этому часу вся информация. Если вы хотите стать нашим мобильным репортером, присылайте свое видео на нашу электронную почту aestmrsobakoyandex.ru и звоните по телефону редакции 33 13 28. Оставайтесь на Аисте, мы выйдем в эфир меньше чем через час. Продолжение следует...